Здравствуйте! Константин, я приветствую вас на стейн делового издания «Ведомости» на площадке Петербургского международного экономического форума. Ирина, добрый день! Глад вас видеть. Весной этого года на конференции РСПП вы заявили о том, что необходимо на федеральном уровне ввести такое понятие, как «уличная медиа». Скажите, с чем связана такая инициатива и почему возникла такая необходимость сегодня? Ну, конечно, посмотрите, закон о рекламе давно не видоизменялся, а рынок вырос настолько, что только у нашего медиахолдинга есть 20 патентов на рекламные технологии. На сегодняшний день мы можем запускать в режиме реального времени трансляцию запуска ракеты. И мы это уже сделали успешно, когда ракета вылетала из космодрома Байконур, из космодрома Восточный. Подписав соглашение с Роскосмосом. Но фактически мы не можем, как СМИ, публиковать и транслировать новости в режиме реального времени. Поэтому и настал момент чуть поправить, отрегулировать в законодательстве о рекламе этот момент. Рекламные технологии ушли далеко вперед. Но мы же идем также вперед. Ну и требуется немножечко подкорректировать рекламное законодательство. А какие сегодня именно ограничения действуют на новостной контент? То есть какие именно новости и почему нельзя размещать на уличных экранах? Новости могут публиковать только СМИ. А мы, как владельцы рекламного инвентаря, только можем размещать рекламную информацию. Но ведь запуская ракету, Роскосмос не пиарит себя как рекламодатель. Он говорит просто о том, что Россия развивается. Роскосмос запускает новые ракеты, новый тип ракет. Мы транслируем послание президента. Это же тоже как новость, это не рекламный контент. Мы транслируем значимые события, молодежные, спортивные. Мы транслируем олимпийских чемпионов. И все это в режиме реального времени, понимаете? То есть происходят в стране события с такой большой повесткой, которые нужно транслировать уже на улицах. И наши технологии это позволяют делать. Поэтому стоит законодательство немножечко подтянуть под уровень тех технологий, которые сегодня уже возможны и которые помогают нашему государству доводить информационную повестку до населения. Это только одно ваше предложение. Но вы также предложили и увеличить долю социальной рекламы. То есть с 5%, которая есть сегодня, до 10%. А с чем связана такая необходимость? Не будет ли слишком много социальной рекламы, в принципе, на рекламных носителях? Но начнем с того, что уже есть позитивная практика увеличения 5% квоты до 10%. Сейчас те компании, которые продлевают свои разрешения в наружной рекламе, работая с муниципалитетами городов, должны уже увеличить квоту социальной рекламы с 5% до 10%. Почему бы эту квоту не увеличить для всех видов медиа? Сегодня, как никогда, необходима социальная составляющая. Социальная реклама, социальная медиа, те новости, которые мы, например, как медиахолдинг, публикуем сейчас в режиме реального времени, бесплатно, без всяких квот. Я считаю, что все СМИ и все традиционные и нетрадиционные виды медиа должны подключиться к этому законопроекту и увеличить квоту с 5% до 10%. Социальных новостей сегодня огромное количество. И это то, что создает позитивную повестку в России в целом. И эта позитивная повестка должна быть не только в наружной рекламе, в медиарекламе. Вот уже закон принят. С 5% до 10% уже увеличили квоту социальной рекламы. Почему бы ее не увеличить ни в телевизоре, ни на радио, ни в интернете? Это ведь реально. Коллеги в традиционных медиа поддерживают вашу инициативу? Как раз таки мы создали в рамках комиссии по медиа в РСПП, мы создали группу, которая обсуждает сегодня все плюсы и минусы этого дополнительного изменения в рекламе. Я вижу уже большое количество тех крупных компаний в России, которые поддерживают эту инициативу. Юридически существует два понятия. Есть социальная реклама, есть реклама с социальным контекстом. Вы предлагаете все-таки увеличить процент какой рекламы на уличных медиа? Смотрите, на уличных медиа... Можно подробнее, чем они отличаются, потому что простые люди, возможно, даже не понимают. Все верно. Я сейчас объясню доступным языком. Мы предлагаем два момента обсудить. Мы предлагаем изменить закон о рекламе двумя пунктами. В первую очередь это касается увеличения квоты социальной рекламы с 5 до 10%. Здесь мы говорим только о социальной рекламе. Но мы можем сказать еще и о социальной значимости рекламы. Ведь огромное количество рекламных роликов, рекламного контента снимается каждый год. Крупнейшими компаниями России. Так почему бы не включить в техническое задание по съемке этих рекламных роликов дополнительную составляющую социальную? Например, снимать семьи не с одним ребенком, а с тремя-пятью детьми. Можно ведь? Можно. И на это не нужно больших расходов. Мы можем просто государству помочь решить государственные задачи, большую повестку государства простыми рекламными роликами. Понимаете? Кроме детей, которых можно показать в кадре, можно показать счастливую семью. Можно показать большие квартиры, которые застройщики предлагают большим семьям. Мы можем обратить внимание на инженерные профессии, которых сейчас не хватает. Да что говорить, я недавно смотрел, оказывается, в МВД не хватает более 200 тысяч человек. Представляете? Но нужно популяризировать эти рабочие профессии. Нужно популяризировать те профессии, профессии будущего, я бы сказал, которые сегодня уже востребованы. Мы сегодня огромная страна, которая сама начала производить заново новые технологии, новые товары, новые услуги. Мы сами в себе в одном контуре должны создать продвижение наших институтов и наших инициатив, государственных инициатив. Для этого мы уже получили 20 патентов на новые медиа, на новые рекламные технологии. Для этого мы предлагаем увеличить квоту с 5 до 10% на социальную рекламу. Для этого мы хотим ввести в законе о рекламе конкретный термин «реклама социально значимая». Когда в обычный рекламный ролик может быть включена социально значимая информация о демографии, о научных профессиях. Вот о чем мы говорим. Да, это действительно очень интересная история. Подсознательно влияет через обычные рекламные источники на какую-то социальную составляющую, на эмоции человека и пропагандировать какие-то ценности таким образом. Сейчас вообще в мировой практике есть такая тенденция вписывать уличную рекламу в общий контекст архитектуры, площадки, какой-то истории. Как вы к этому относитесь и как вы развиваете это направление? Вы знаете, мы в прошлом году заказывали исследование. Результатом его является 80% тех людей, которые положительно относятся к рекламе, которая вписана в архитектурный облик зданий или городов. Наши медиафасады, медиэкраны как раз таки архитектурно вписаны. Вы не можете переключить рекламную и социальную информацию, которая транслируется на фасаде. Но человек, подразумевая, что большой экран вписан в фасад или улицу города, он позитивнее реагирует на эту информацию. Более того, мы, используя наши рекламные технологии, можем потом найти этого человека, который прошел мимо медиафасада в интернете, собрав обезличенные данные. Это очень меняет суть дела доходимости информации до человека. Как раз таки это сегодня необходимо признать, что новая уличная медиа позитивно влияет на информационную повестку государства в первую очередь. Уже принципы государства все прописаны в национальных проектах. Очень просто их соблюдать. Нужно просто любую рекламную информацию заворачивать в ту социальную ответственность. Да, идеи понятны, прозрачны и довольно-таки интересны. Остается ключевой вопрос, как здесь соблюсти баланс интересов государства, интересов таких компаний рекламных, как ваша, и интересов потребителей. То есть должна быть некая золотая середина, которая должна регулироваться на государственном уровне, в том числе и новые уличные медиа. Вы знаете, спасибо большое за этот вопрос. Вот сегодня я участвовал в сессии и был представителем одного из маркетплейсов. Оказывается, у маркетплейсов огромное количество компаний присутствует как создатели новых товаров. Например, у одного из брендов маркетплейсов более 160 тысяч компаний уже присутствуют, и это все российские компании. Огромное количество из них – это семьи. Представляете, семья создала какой-то продукт и через маркетплейс его активно продает. Так вот, нужно создать условия, в том числе и медиаусловия, медиасреды, нового уличного медиа, которое позволяет этим семьям развивать свои товарные категории, свои возможности, чтобы они могли больше развиваться и давать возможность в России внутри, давать новым товарам ход и развитие. Константин, спасибо большое за беседу. Я рассчитываю, надеюсь, что ваши инициативы будут поддержаны хотя бы частично или полностью. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.